Дедушка умер, но остался живым. Для своей внучки. И мне пришла в голову мысль, что эта книга не должна быть какой-то печальной, книгой о смерти, о потере, об утрате. Она должна быть веселая и даже отчасти озорная история. На встречу с писателем пришли третьеклассники из Одинцовской школы номер пять. С отрывками из произведения ознакомились на внеклассном чтении. Тем не менее, школьников книга, судя по всему, заинтересовала. Я книжку, честно, не читала, но я ее впервые услышала, когда в школе была. Она мне понравилась. Я вообще собираюсь ее где-нибудь найти, купить, чтобы потом читать дома. Покупать, кстати, не обязательно. Теперь экземпляр книги с подписью автора есть и в библиотеке номер два, где проходила встреча. Пообщаться со школьниками пришла и иллюстратор Инга Христич, чьи работы украшают книгу. Она рассказывает, сперва сама ее прочитала и только потом решила проиллюстрировать. Эта книжка как раз светло и тепло говорит о смерти. Она меня зацепила на классное, очень своевременное. Там про то, как переживать утрату. И мне кажется, что многим будет интересно ее прочитать, взрослым и детям. После разговора с детьми иллюстратор провела мастер-класс, на котором школьники смогли сами нарисовать летучего дедушку в необычной технике. Не карандашами и фломастерами, а с помощью губок и шаблонов. Роман Попов, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.